Привет всем, друзья! С вами Григорий. Я нахожусь в Финляндии. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как перебраться в Финляндию в 2022 году. Самый, на мой взгляд, простой способ. У меня есть подписчики, которые в недалеком прошлом перебрались сюда. Некоторые семьями, некоторые в одиночку. И они сейчас здесь находятся легально. И на основании их опыта и своего личного размышления я хочу вам дать информацию о том, как самое простое попасть в Финляндию и начать здесь жизнь. Наверняка многие из вас знают, что попасть в Финляндию можно, по-моему, 4 или 5 способов есть. Каким образом можно попасть в Финляндию. И основные из них, наверняка и большинство из вас, таким методом хотят попасть в Финляндию. Это работа, найти рабочее место в Финляндии, замечательное, хорошее рабочее место. И это учеба. Про другие способы мы не будем говорить. И вот этих два способа, они и были опробованы и использованы этими подписчиками, которые переехали сюда. О которых я как раз и говорил. Среди них, как я сказал, есть семья. Семья, мама, папа и дети. Есть еще одна семья. И есть один человек, который переехал сюда. Скажу так, что из этих людей только одна семья переехала по учебе. Остальная группа людей переехала по работе. Теперь вопрос у вас возникает. Ну а где такие места найти? Где? Чем они занимаются? Я думаю, что у многих мысли в голове. Я тоже хочу. Мне тоже так хочется. Как я сказал, одна семья переехала по учебе. Люди старались. Они потратили время для изучения финского языка. И они сейчас учатся в учебном заведении в Финляндии. Это не столичный регион. Потому что в столичном регионе конкуренция очень большая. И там, возможно, нужно знать английского. То есть у них была какая-то база уже финского языка. И они сюда переехали на основании того, что они изучали финский язык. И они получили здесь учебу. Нашли учебное заведение и учатся. Итак, давайте я вам сейчас не буду тянуть. Расскажу вам, по каким профессиям же приехали сюда мои подписчики. Одна сфера это овощеводство. И вторая сфера это уход за животными. Две сферы. В этих сферах есть довольно большой спрос на работников. Эта работа, она не такая высокооплачиваема, как другие, может быть, профессии. Друзья, мое мнение такое, что надо искать вот в таких сферах работу. Я бы советовал вам писать письма по всем объявлениям, какие вы находите в Финляндии в этих сферах. Просто пишите как можно больше. Если есть телефоны, и у вас есть какой-то уровень английского языка, или, может быть, вы изучаете финский язык, можете звонить туда. Может быть, есть какие-то такие варианты бесплатно звонить в Финляндию, там, скайп, ватсап, там, или еще что-то. Это очень-очень трудная работа, но она стоит того. Нужно прикладывать усилия, не сидеть на месте, не ждать. Вы написали одно письмо кому-то и ждете очень долго. Пишите везде, как можно больше. Отправляйте свои анкеты. Надо составить грамотное CV, как говорят. Грамотную анкету о себе. Что вы умеете, какими навыками вы обладаете. Ну, я не буду вас учить. Это есть для этого специальные видео, где люди обучают, как правильно заполнять анкеты, как правильно преподносить себя для того, чтобы найти хорошую работу. Так что, друзья, почему я говорю о сельском хозяйстве, о выращивании овощей, уходе за животными, короче, работа на ферме. Почему я об этом говорю? Почему я не говорю об учебе? Да, у меня есть одна часть, одна семья, которая приехала сюда по учебе. По учебе вам надо обязательно знание языка, вам нужно немалую сумму денег сберечь. Еще хочу затронуть такой момент насчет учебы. Если вы хотите приехать сюда по учебе, у вас есть семья, и вы, может быть, в будущем планируете приехать сюда семьей, то для этого вам необходима, как я говорил уже, немалая сумма денег. И вот у меня у подписчика сейчас такая ситуация сложилась. Он копил эту сумму для того, чтобы приехать сюда по учебе. И там возникли сложности с работой, и там семейные обстоятельства, и эта сумма, эти средства, они уходят, или уже даже ушли. И человеку, он хотел по учебе, он учил финский язык, дошел до определенного финского языка уровня. Вот-вот уже должен был начать искать здесь учебные заведения, но возникла эта проблема. И сейчас человек понял, что это не его вариант. Он переключился на то, чтобы искать рабочее место здесь, в Финляндии. И я вам скажу, что если вы нацелен здесь бесплатно получить образование, получить какую-то профессию здесь, в Финляндии, это же можно сделать позже. Можно найти здесь рабочее место, приехать сюда по работе. В вечернее время есть, если вы будете в таких более-менее крупных городах, есть какие-то курсы финского языка, либо можно найти какого-то репетитора уже здесь на месте, либо вы познакомитесь с человеком, который владеет финским языком, и вы сможете как-то понемножку изучать финский язык, поднять свой уровень. И после этого уже, находясь здесь, в Финляндии, почему нет, можно и здесь, уже находясь в Финляндии, найти учебное заведение, если вам прямо так хочется получить в Финляндии какую-то профессию, и уже здесь на месте получить учебу. Поэтому работа, рабочее место, на мой взгляд, в 2022 году, да и в 2021 году, это тоже так же было, рабочее место найти в Финляндии и переехать сюда, это самый лучший, на мой взгляд, способ на сегодняшний день. Поэтому, друзья, я желаю вам изучить этот вопрос, может быть, более углубленно, и начать действовать в этом направлении. Ну что, друзья, подведем итоги. У вас есть вариант переехать по учебе, у вас есть вариант переехать по работе, но, на мой взгляд, как я уже говорил, по учебе переезжать, это довольно сложный способ. Вам нужно учить язык, иметь хороший уровень финского языка, вам нужно иметь хорошую сумму денег. Для того, чтобы переехать по работе, вам нужно просто стараться как можно больше, посылать анкет, может быть, какие-то собеседования проходить онлайн, я не знаю, звонить, в конце концов, этим работодателям, заявлять о себе, стучаться, добиваться. И у вас это обязательно получится. Ну, тех, кто настойчивый, тех, кто устремленные, тех, кто действительно не просто хотят, ну, я хочу, но не получается. А те люди, которые добиваются своего, и такие есть примеры. У меня есть такие примеры, такие подписчики, которые сейчас находятся здесь, как я сказал, и они работают, часть из них учатся, они добиваются. Если у них получилось, то тех, кто настойчивые, я знаю, что есть среди вас настойчивые люди, у тех и получится. Я не призываю никого сейчас, да, приезжайте, здесь вас ждут, с распростертыми объятиями, встретят вас цветами, хлебом и солью. Нет, нужно всего добиваться, конкуренция очень большая, и по учебе, и по работе. Но те, кто стучатся, те, кто стремятся, у тех, у кого есть хороший настрой, те все равно не опускают руки и двигаются вперед. А те, кто опускает руки, значит, это не ваше. Значит, ваше место там, где вы находитесь. Поэтому я знаю, что есть люди, которые опускают руки, я знаю, что это такое, я сам проходил через это. И, друзья, я вам желаю, чтобы у вас в этом году, кто поставил цель попасть сюда, в Финляндию, чтобы у вас эта цель осуществилась, чтобы вы достигли эту цель. Ладно, друзья, на этом все. С вами был Григорий. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу того, что я вам рассказал, что вы делаете для того, чтобы попасть сюда. Напишите, мне будет интересно, кто сейчас предпринимает какие-то действия для того, чтобы попасть в Финляндию. И я просто вижу по опыту этих людей, которые сейчас уже живут здесь, что это все возможно. Главное, иметь цель и знать, что делать. Надо шаг за шагом делать определенные действия. Не сидеть, сложа руки, написал там одному работодателю или там в учебное заведение и сидеть ждешь. Нет, надо делать. Вот, все, друзья. До следующего видео. Пока.